Виды благодати. А у вас личная? Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Мы живем в какой-либо стране и жители государства. У нас есть законы, конституция, которые затрагивают все население страны и нас с вами. Но кто интересуется лично вашей семьей? Вас лично. Вашими нуждами, проблемами, радостями. Конечно, это только ваши близкие. Это ваши соседи, семья, братья и сестры вашей церкви. Как и виды благодати, есть общая и личная. Государство решает и заботится о вас в общем, коллективно, как часть страны, а близкие – как личность, зная ваш характер, проблемы, радость и участвует в этом. Вместе с вами плачут и радуются. Так и благодать Божья. Есть общая, которая излилась на все человечество. А есть личная, которая касается лично вас, мой слушатель. Сегодня мы поговорим и будем говорить о благодати Бога Отца, о Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии. Виды благодати. Мы знаем, и Слово Божье говорит о нас как часть Вселенской Церкви. Конечно, и как часть тела Христового. Как детей Божьих. И это так и есть. Как принято, мы принимаем себя такими, как о нас говорит Бог через Слово Свое. Так ведь, друзья? Давайте посмотрим на апостола Варнау, как он увидел благодать. Откроем книгу «Деяния», 11 главу, стихи с 20 по 24. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили элином благовествия Господа Иисуса Христа. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел вслух о всем до церкви в Юрсалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народу к Господу. Это книга «Деяния», 11 глава, стихи с 20 по 24. Здесь ученики Иисуса Христа увидели благодать в том, что великое число уверовав обратилось к Господу. Спасение человека – это и есть благодать, которая на всякому, кто верует. Общая благодать от полноты Бога. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 16 по 16 и 17. Мы все, кто пришел с верой в Иисуса Христа к Богу, приняли от Его руки благодать и истину, с той целью, чтобы принять Его помощь, Его любовь и Его Слово. Виды благодати и общая благодать, которая дана вместе с истиной через Иисуса Христа, дана всем. И мы с вами вместе со всеми имеем ее. Сегодня, в современном мире, как часть Церкви, как часть тела Христова. Если вы часть тела Христова, часть Церкви Божией сегодня, поставьте лайк, чтобы и мы знали, что мы с вами, что вы с нами, и мы не одни. Мужи Божьи. А как такие мужи Божьи, как Моисей и Давид? Как Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46. А около девятого часа позапил Иисус громким голосом, «Или, или, лама совахвани», то есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Матфея, 27 глава, 46 стих. Как говорили мужи Божьи, что Бог убрал руку свою, отвернул лицо свое, значит, они знали Бога лично, они видели, что делает Бог. Как и нам увидеть Бога лично, то, что Он делает именно в жизни, лично у меня, у вас. Правильнее говоря, Бог знает и нас лично. Все наши переживания, трудности, радости, Он знает нас Духом Святым, Духом Святым, Который пребывает с нами и в нас лично. Виды благодати, а у вас личное? Когда Иисус Христос уходил к Отцу, в Евангелии от Иоанна, Господь говорил, «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 25 и 28. Безусловно, Бог Духом Святым, Отец Небесный знает всю нашу жизнь, даже о том, когда мы хотим помолиться. Правильнее говоря, Божья благодать есть и для меня, конечно, и для вас лично. И это вид благодати такая, как личная. Посмотрим, как можно увидеть ее в своей жизни. Слышать Духа Святого. По счастью, видеть Иисуса Христа мы можем через дело Господа на земле, и это Его Церковь. Безусловно, видеть Духа Святого мы можем через то, что Он делает и сегодня. Конечно, это чудеса, исцеление, освобождение, служение Церкви. Вне всякого сомнения, Бог Отец нам объясняет Слово Свое Духом Святым. Безусловно, Дух Святой нам лично рассказывает и говорит нам каждый день. Бог Отец нам говорит и в каждую сегодняшнюю ситуацию через Слово Свое, через проповеди. Укрепляет нас через свидетельство. И сегодня Бог Отец нам говорит Духом Своим. Как будто Он говорит с нами, каждый день лично, каждый день. Так ведь? Это истина для нас от Бога Отца. Буквально, личную благодать видно, когда у нас происходят некоторые случаи, которые для нас неожиданные. Они не происходят каждый день, но происходят. Например, мы пошли к врачу и у нас операция. В конце концов, нам назначили хирурга. Однако в момент операции к нам приходит другой врач, лучший специалист. В самом деле, мы не ожидали, что будет этот врач, не рассчитывали. Но в последний момент все изменилось. В самом деле, то, что у нас был врач-хирург, это нормально, как у всех. Но лучший врач – это от Бога, это Его благодать. Всем операции делает этот врач? Нет. Без всякого сомнения, эта благодать – это рука Бога именно для вас. Без всякого сомнения, Бог Отец хочет сказать, «Я знаю тебя, сестра, дочь моя. Я хочу дать тебе лучшее, и даю тебе этого врача». Видите ли, за благодатью всегда можно увидеть Бога Отца, и что Он хочет именно тебе через это сказать, лично тебе. Он хочет показать себя тебе лично. По правде говоря, это пример. Такие случаи могут быть практически везде, где с вами происходит что-то необычное. По вашему мнению, у вас были такие случаи Божьей благодати? Если да, поставьте лайк, чтобы и мы радовались вместе с вами. Виды благодати – общая и личная. Сегодня мы поговорили, какие виды благодати бывают, а это общая и личная. В следующих подкастах мы поговорим отдельно о Боге Отце, Иисусе Христе, Сыне и Духе Святом. Очень важно отделять, где делает Господь, где Дух Святой, а где Отец Небесный. Почему? Потому что за действием личной благодати у нас с вами Бог Отец показывает себя. Он знакомится с нами лично. Он хочет личных взаимоотношений с тобой, сестра, брат. Задайте вопрос Богу Отцу. Покажи сейчас, где ты был в моей жизни. Помолитесь сейчас. Бог Отец ждет вас. В общем, сегодня мы путешествовали по времени, смотрели, что говорит Слово Божье о благодати и личных взаимоотношениях Господа. По обыкновению, мы еще много будем говорить на темы благодати и истины. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует...